И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ! Всем привет, мои фанатики Капульча Дракона или КПД! И сегодня к нам прилетела парочка из скрытого мира! Это Безумик и Дневная Фурия! И сегодня я буду открывать игрушку... Одну из этих! Но какую же мне открыть? Безумик или Дневную Фурию? Надо подумать! О, ребята, загадайте-ка вы и напишите в комментариях, кого я открою. И посмотрим, кто из вас угадает. Давайте, даю вам 3 секунды. Раз, два, три. И мы открываем Безумик. Кто писал комментарий Безумик, тот молодец, огурец просто. А тот, кто писал Дневная Фурия, не расстраивайтесь. Завтра будет видео с обзором на Дневную Фурию, а сегодня у нас будет Безумик. Давайте его получше посмотрим. Вот как он выглядит, такой красивый дракон. Упаковка... Ну, тут изображен тоже как скрытый мир, такие, так скажем, детали скрытого мира. Дрэгонс, Хидден Волт или Хидден Волт. Здесь у нас, значит, на боковой части изображен икинг, и беззубик. Написана такая информация всякая. А с другой стороны, в боковой части, у нас нарисован знак разящих и написано Беззубик. А наверху у нас изображен как раз Беззубик под воздействием такого, получается, фиолетового фонарика, с помощью которого он будет светиться. Вот, в принципе, все, что как бы есть у нас в этом наборчике. Поэтому давайте же его откроем. Так. Давайте возьмем ножнички. Тоже как у чедракона. Так. И давайте аккуратненько его откроем. Так. Сейчас. Вот, легко открывается. Так. Это у нас инструкция. Ну, бумажка, конечно же, как же без бумажек. Вот это инструкция. И вот сам наш Беззубик и его домик. Так. Давайте откроем домик. Так. Достаем наш домик аккуратно. Давайте сначала вот эту штучку достанем, ну вот, в которой он находится. Вот эту коробку мы уберем. Ну, коробка, сразу скажу, красивый. Такой фон можно как бы ее вставить, если вы будете планировать какие-нибудь игровые сцены. Я просто не знаю, как. Так. И до строения. Так. Домик достается, как я поняла, отдельно от Беззубика. Давайте пока что домик достанем. Ну вот, домик, скажу, очень красивый. У меня он так на рассветок. Ой, он такой хорошенький. Так, здесь у нас на инструкции как раз сказано, что в домик, в домик, вот сейчас я вам укажу инструкцию, вот, в домик мы вставляем Беззубика. Давайте же достанем Беззубика и всех их, и домика, и Беззубика посмотрим отдельные. Так, вот тут вот надо только немножечко отрезать ножничками. Тут у него просто, как я поняла, сделаю, чтобы он не упал. Сейчас сюда тут. Вот, все. И вот такой у нас маленький Беззубик. Вот он такой красивенький. Такой злой, злой, Беззубик, злой. Давайте его поставим вот сюда, вот наверх. О, хорошо стоит там вообще. Давайте начнем, скорее всего, обзор с Беззубика, так как он маленький, его посмотрим. И потом посмотрим, как он тут светится у нас. Так, Беззубик у нас черненький, весь черный. Я никаких не вижу неполадок, все как в мультике. Выражение у лица, морды, выглядит злым, так как видно, это он, наверное, в эпизоде, когда он делется с кем-то. Я не знаю, скорее всего, я еще мультик не смотрела, сразу говорю, я пойду на него. Вот такой он красивенький. Здесь у него на спинке вот эти вот шипчики, они раздвоены, вот, раздвоены, раздвоены такие шипчики. И если вы очень зоркий человек, я вот, например, вижу, здесь видны как полосочки такие вот на крыльях, которые как раз и светятся под действием вот этого вот фонаря. Очень красивый. Он никак не функциональный, он просто, он такой приятный, знаете, такой вот крыль лучше. Я не советую крылья сгинать, потому что они сломаются. Такой хорошенький, хорошенький. Фигурка очень красивая, очень-очень. Очень. Так, что я вам еще хочу рассказать, вот, именно про домик. Сейчас уже идем к теме домику. Как все, наверное, уже поняли, что домик наш, домик красивый, он может вот такой. У-у-у, светится. Но, чтобы он светился, нужны батарейки. И, как сказано в нашей инструкции, здесь нужны три батарейки, вот такие вот маленькие батарейки. Я их называю таблетки. Я не знаю, как вы их называете, но мне просто так легче. Но, как я поняла, что вот эти три маленькие, я буду говорить, таблеточки, уже идут в наборе. То есть, они уже здесь, где-то находятся, да, здесь. Поэтому, если у вас закончится, как бы, заряд, то надо будет просто купить эти три таблеточки. Так, давайте теперь просто к домику. К домику, так. Домик выполнен в таких розовых, голубых, фиолетовых цветах, прям как скрытый мир. Как я поняла, здесь, так скажем, два места, куда можно поставить без зубика. Это верхняя такая платформа. То есть, если он хочет, как я поняла, наверх подняться, на верхний суетаж дома. И вот сюда его можно поставить в нормальную пещерку. Это, кстати, моё мнение, к чему я хочу сказать, что это очень похоже на такие аквариумные домики для рыб. Похоже. Просто у рыб, у меня была рыбка, и у неё был наподобие такой же домик. И если вам нравится такой домик, то поставьте лайк. Мне в том, что очень нравится такая идея такого яркого, прям такого морского дизайна. Сзади он выглядит вот так вот, то есть, просто такой фиолетовый, тёмно-фиолетовый и голубой. Спереди он, конечно же, красивее был, так как тут и розовый, и ярко-фиолетовый такой. Очень красивый. Ну, честно, моё мнение, это очень похоже на аквариумные домики для рыб. Так, теперь давайте-ка посмотрим, как безупик наш будет светиться. Это мы просто сюда ставим домик. Вот так вот, я просто не знаю, как. Вам, по идее, должно быть видно, я, конечно, сейчас ещё так поднесу сейчас. Кнопочка, вот она, кнопочка. Вот, нет, не видно, я сейчас вам покажу. Вот так вот, очень видно. Там вообще вот, вау. Крут, у него так всё, у него крылья прям так светятся. Ух тыж, ух тыж. Красиво. У него, как я поняла, другие части светятся, а вот крылья именно светятся. Но это очень, это очень красиво. Мне прям вообще очень рада. Так, сейчас я вам покажу, как он наверху стоит. Сейчас вот только достану, это сложно скажу. А, нет, сейчас у него спереди. Сзади его лучше не доставать. Вот он такой красивый. Ой, смотрите, ой, смотрите, прям король драконов. Очень красивый безумик. Очень. Ребята, вы только посмотрите, как красиво это в темноте смотрится. Вау, у него и вот эти шипчики красивые на спине светятся, и крылышки. Но вы ещё другого не видели, у него морда светится. Ой, сейчас я выключу свет, извините, извините, пожалуйста, извините, если вам неприятно. Вот, видите у него на мордочке? Такие, ну как, это не очень заметно, такие голубенькие, видите? Очень красиво, да, мне вообще очень нравится. Хорошую идею сделали производители, что как бы безумик светится. По-моему, это просто вот самая лучшая серия, самые лучшие игрушки. Ребята, я вам ещё хотела сказать, что я купила вот этот шикарный набор в детском мире. Где-то около полутора тысяч, получается, да. Я очень рада, что я купила такой набор, мне он очень нравится. Мне кажется, что с таким набором очень весело играть, особенно если в темноте, как бы, если вы даже куда-то, не знаю, ночью захотите пойти с этой игрушкой, это будет как фонарик, вам даже скажу. Это очень-очень весёлая и красивая игрушка, и безумик, ну он просто шикарный. Домик выполнен просто в прекрасных ярких тонах, мне это очень нравится. Если вам то, что поставьте лайк. Очень-очень, я не знаю даже, что сказать, очень красивый. Да, я, даже вот мне больше нравится вот идея, что, как бы, он может и внизу, и наверху. Вот, это мне нравится. Честно, я не помню, есть ли это у дневной фурии, но как раз завтра мы это и узнаем. И, ребята, ну, если вам нравится этот дракон, этот домик, и вообще этот набор капучий дракон, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео, и напишите, кстати, в комментариях, понравилось ли вам, сделать ли какие-то игровые сцены с этим домиком и из дневной фурии, которые я вам завтра покажу. Пишите в комментариях, я всё это прочитаю и всё посмотрю. И всем пока! Пока-пока!